Мы не прослушаем за вас все бизнес-подкасты. Но подберем команду бухгалтерии под ваш бизнес уже сегодня. Мое дело. Сервис онлайн-бухгалтерии для предпринимателей. Урбанистический привет, мои дорогие друзья. Сегодня я расскажу вам про самые удивительные транспортные системы со всего мира. Ссылки для поддержки находятся в описании и шапке YouTube-канала. На Boosty все видео выходят раньше остальных. В Телеграме и ВК вы найдете интересные урбанистические посты. А на других площадках сможете смотреть мои видео, если с YouTube у вас проблемы. Что ж, давайте уже начинать. На первом месте нашего сегодняшнего топа находится Вупертальская дорога, или монорельс. Она расположена в немецком городе Вуперталь и была открыта в далеком 1901 году. Представляет собой монорельсовую двухколейную подвесную систему на эстакадах. Общей длиной в 13,3 километра. Из которых 10 километров путей проходит над руслом реки Вупер, на высоте около 12 метров. А остальные 3,3 километра над улицами самого города, на высоте около 8 метров. Один маршрут, одна линия, имеет 20 остановок. Максимальная скорость поездов 60 километров в час. Каждый состав имеет длину 24 метра и рассчитан на прием примерно 180 пассажиров. Здесь 48 сидений и примерно 132 стоячих места. За время своего существования Вупертальский монорельс был комплексно обновлен. Все станции и пути подверглись полноценной перестройке из-за войн и увеличившегося пассажиропотока, который на сегодняшний день составляет порядка 80 тысяч человек в день. Строительство этой транспортной системы в прошлом подтолкнуло тогда еще 3 разных населенных пункта к росту. И впоследствии они были объединены в один город. Этот монорельс считается одним из самых безопасных в мире. За все время здесь было всего пару серьезных аварий. Так в 1917 году первый раз упал вагон. Из-за того, что один поезд неожиданно остановился. После чего и второму составу пришлось очень резко затормозить. После этого конструкцию немного поменяли и вагоны стали более устойчивы. Второй раз вагоны упали не так давно, в апреле 1999 года. Тогда виной аварии стали рабочие, которые забыли снять с рельса специальную металлическую клешню. После проведения ночных работ. Погибло при этом 5 человек и еще почти полсотни получили травмы. Сегодня все составы заменены на современные. И Вупертальская железная дорога продолжает выглядеть очень футуристично. А по ссылке справа вверху экрана вы сможете посмотреть полноценное длинное видео, которое посвящено этому замечательному виду общественного транспорта. На следующем же месте нас ждет настоящее мини-метро, расположенное в горе Нового Афона. Это Абхазия. Новоафонский метрополитен был построен в 1975 году в составе туристического комплекса Новый Афон. Оно представляет собой туннель с однопутной электрифицированной железной дорогой. Работает во время курортного сезона примерно с мая по ноябрь. А прокатиться на здешних поездах можно только купив билет на экскурсию, которая на сегодняшний момент стоит порядка 1000 рублей. Длина всей системы, состоящей из одной линии, чуть менее полутора километров, на которой находятся три станции. Все они построены в соответствии с нормами и параметрами метрополитена, только в уменьшенном масштабе. Поезда здесь разгоняются до 30 км в час, а проезд в одну сторону занимает около 5 минут. Первоначально в этой мини-подземке использовался подвижной состав, переоборудованный из шахтерских вагонеток совместно с электровозом К10.1. Позднее на Рижском вагоностроительном заводе были построены два электропоезда ЭП «Турист». А уже в 2014-м выпущен самый новый электропоезд ЭП-563-003, который курсирует здесь и по сегодняшний день. На следующем месте нас ждут автобусы, но не обычные, а ездящие по специальной дороге, которая их направляет. Это необычное для нас транспортное решение, которое называют направляемым автобусом. Шпурбусом или, как например в Австралии, система ОБАН. Первые направляемые автобусы появились в Германии в 70-х годах прошлого века. Их создала компания Mercedes-Benz. Примерно через 10 лет они дошли до Австралии, а еще через 10 лет, в 90-х, до Великобритании. Полоса движения направляемого автобуса отделена от остального транспорта. Это вид общественного транспорта, который призван соединить достоинства автобуса или троллейбуса с трамваем. В настоящее время направляемые автобусы наиболее активно развиваются во Франции. Суть технологии такова. Автобусы со скоростью до 100 км в час курсируют по специальным трассам с бетонными рельсами. При этом водитель почти не использует рулевое колесо, так как автобус оборудован дополнительными боковыми колесиками, которые и удерживают транспорт на трассе. Самой длинной в мире дорогой для направляемых автобусов считается сервис The Busway, который работает в Кембридже, Великобритании, с 2011 года. Там общая протяженность бетонных рельсов составляет около 25 км. А уже за первый год эксплуатации было совершено примерно 2,5 млн поездок. Обан Басвей в Аделаиде, это Южная Австралия, был введен в эксплуатацию в 1986 году и с тех пор постоянно развивается. В 2018 был построен дополнительный участок, включающий в себя 670-метровый тоннель. Общая протяженность трассы с бетонными рельсами составляет 12 км. И ежедневно маршрут обслуживает более 30 тысяч пассажиров. Даже в США, в Лас-Вегасе, с 2004 года используется направляемый автобус. Он управляется двумя видеокамерами, которые следят за белыми полосами на дороге. А мы переходим на следующее место, где нас уже заждались фуникулеры. Некоторые из них являются полноценными транспортными системами, интегрированными в общественный транспорт города. В мире есть множество интересных тому примеров, но мы разберем кармелиты из израильского города Хайфа. Строительство началось в 1956 году. Новый вид общественного транспорта был необходим для связи верхней и нижней частей города. На тот момент опыта строительства подобных больших фуникулеров, чем по сути он и является, еще не было. Поэтому израильтянам помогли главные инженеры французского метрополитена. И даже выдали кредит на строительство. Новые вагоны прибыли в Хайфу в 1959 году, тогда же и был запущен кармелит. Так как этот большой фуникулер работает в горе, в составе присутствует соответствующий наклон. Поэтому внутри него также находятся ступеньки. Поезд состоит из двух вагонов с общей вместительностью в 400 человек и максимальной скоростью движения почти в 30 км в час. Длина единственной линии 2 км и на ней находятся 6 станций. Поезда же приводят в действие натянутый снизу трос, что позволяет связать между собой составы и чутко соблюдать временные интервалы прибытия на станции. Тяговые тросы диаметром 53 мм изготовлены из стали. Каждый состав также оснащен противовесами общей массой 28 тонн, крепящимся к нему 30-мм стальным тросом. Главный электромотор мощностью в 1350 л.с., приводной шкив диаметром 5,5 м и диспетчерская расположены на верхней станции, где также размещены системы управления. В 1992 году, когда вагоны погружались в туннель, произошла тяжелая авария, потребовшая длительного ремонта, который продолжался почти два месяца и включал заказ запасных частей из Швейцарии. Во время Второй Ливанской войны между Израилем и Хазбалла в июле-августе 2006 года станции Кармелита служили общественным бомбоубежищем. Они были открыты круглосуточно, вход на станции был свободный. На данный момент Кармелит все еще остается единственным средством общественного транспорта в Хайфе, поездка на котором из нижнего города до Кармеля занимает менее 10 минут. Но какого-либо продления он в ближайшее время не получит, потому что из-за развития города районы, где работает Кармелит, потеряли престиж и популярность. Множество людей просто отсюда уехали, а основную часть населения стали составлять малоимущие мигранты. На следующем месте у нас направляемый трамвай на шинах. Первый шинный паровой трамвай появился еще в 1870 году в пригородах Парижа. В настоящее же время используются две технологии, основанные на принципе направляемости транспортного средства на шинах посредством ведущего рельса. Первая система Транслор, разработанная французской фирмой Лор, подразумевает постоянное прикрепление транспортного средства к направляющему рельсу. Вторая же система Бомбардье допускает движение в ненаправляемом режиме. Так, например, во Франции, на окраине города Нанси, в депо вагоны движутся как обычный троллейбус, и лишь въезжая в стесненный центр города, переходят в направляемый режим. В настоящее время линии трамвая на шинах открыты во Франции, это города Нанси, Кан, Клэрмон-Ферран и пригороды Парижа. В Китае, это города Цяньцзинь и Шанхай. В Италии, Падуя и континентальная часть Венеции, а также Колумбия и город Медельин. В свое время предлагалось строительство линий в итальянской Лакуиле, в Казахстане, это Алма-Ата и Астана, Россия, Ярославль, США, Лас-Вегас. Но, к сожалению, все эти проекты были отклонены. Во французском городе Нанси до недавнего времени использовались 25 сочлененных трехсекционных четырехосных вагонов Бомбардье. С помощью направляющих роликов оси они подсоединялись к направляющему рельсу. На участках без рельса транспортное средство управлялось водителем при помощи руля, как обычный автобус. Токосъем осуществлялся двумя штангами троллейбусного типа. На видео, например, вы видите штангу как у трамвая. Это Колумбия, город Медельин. Также в Нанси вагоны были оснащены дизельным двигателем для возможности передвижения бесконтактной сети. Однорельсовый трамвай на автомобильных колесах бегает и в итальянском городе Падуя. В отличие от его предшественников, он лишен рулевого управления. Единственный рельс является направляющим. Для этого два направляющих колеса трамвая захватывают рельс с двух сторон. А плавность и малошумность хода трамвая обеспечивают обычные пневматические колеса. К сожалению, достоинства такого вида транспорта нивелируются рядом недостатков. Снег для такого трамвая очень серьезная проблема. Дорога под него должна быть идеальной. Не разработано вариантов одноуровневого пересечения с другими видами рельсового транспорта. Так что сильного распространения, как вы можете догадаться, он не получил. На следующем месте у нас находится PRT – Personal Rapid Transit. Это вид городского и пригородного транспорта, который автоматически, то есть без водителя, перевозит пассажиров в режиме такси, используя сеть выделенных путей. Система предназначена для эффективных и удобных поездок на короткие и средние расстояния. Обычно в городских условиях или кампусах. PRT-системы часто автоматизированы и работают с использованием небольших легких транспортных средств, которые могут перевозить ограниченное количество пассажиров, обычно не более 4-5. Вот основные характеристики PRT-систем. Индивидуализированная перевозка. Пассажиры могут выбрать пункт назначения и система доставит их прямо туда без промежуточных остановок. Выделенные пути. PRT работает на сети выделенных путей, отделенных от регулярного дорожного движения. Также сервис по требованию. Пассажиры могут запросить поездку, когда она им нужна, по типу такси. Автоматизация. Транспортные средства управляются комбинацией датчиков, компьютерных систем и централизованного контроля. Прямое сообщение. Пассажиры могут выбрать пункт назначения, а система рассчитает оптимальный маршрут и направит транспортное средство, соответственно, без необходимости в пересадках или совместных поездках. Одна из действующих систем PRT – сеть Ultra в лондонском аэропорту Heathrow, открыта для пассажиров в 2010 году. Существует также транспортная система университета Западной Вирджинии в Моргантауне, отличающаяся от классической концепции PRT увеличенным размером вагона. И вот мы подошли к самой быстрой наземной транспортной системе в мире, которая на сегодня находится в Китае, Японии и Южной Корее, а носит название Маглев. Там она работает в качестве именно обычного коммерческого общественного транспорта. Первая публичная система Маглев – МБАН – была построена в Западном Берлине в 1980-х годах. Дорога длиной в 1,6 км соединяла три станции метро – от железнодорожного узла до выставочного комплекса и была полностью открыта для движения пассажиров 28 августа 1989 года. Тогда поезда здесь могли достигать скорости в 80 км в час и вмещали 130 человек. Сегодняшние системы Маглев намного быстрее и стали такими в первую очередь благодаря удерживаемой над полотном дороге движимой и управляемой силой электромагнитного поля. Такой состав, в отличие от традиционных поездов и трамваев, в процессе движения не касается поверхности рельса. В 2015 году была зафиксирована максимальная скорость Маглева – это 603 км в час. Скорость, достигаемая поездом на магнитной подушке, сравнима со скоростью самолета и позволяет составить конкуренцию воздушному транспорту на ближней и среднемагистральных направлениях – до 1000 км. У системы есть следующие достоинства. Низкая стоимость создания и обслуживания колеи. Стоимость постройки одного километра магнитной колеи – около 18 миллионов долларов. К примеру, проходка километра тоннеля обычного метро с закрытым способом под землей – около 120 миллионов долларов. Также это самая высокая скорость из всех видов общественного наземного транспорта. Достаточно низкое потребление электроэнергии. Энергия у Маглева расходуется в три раза эффективнее, чем у автомобиля, и в пять раз, чем у самолета. Также достигается снижение эксплуатационных затрат в связи со значительным уменьшением трения деталей. Огромные перспективы по достижению скоростей, многократно превышающих скорости, используемые в реактивной авиации, при уменьшении аэродинамического сопротивления путем помещения состава в вакуумной тоннеле. В связи с этим прорабатываются проекты по использованию магнитных ускорителей в качестве средства вывода полезной нагрузки в космос. А также сюда можно отнести низкий уровень шума. Теперь давайте пробежимся по недостаткам. В то время как рельсовые пути стандартной ширины, перестроенные под скоростное движение, остаются доступными для обычных пассажирских и пригородных поездов, пути Маглева ни для чего другого не пригодны. Потребуются дополнительные пути для низкоскоростного сообщения. Электромагнитное загрязнение, а также не нашедший на данный момент подтверждение электросмог, который гипотетически мог бы отрицательно воздействовать на окружающую среду и здоровье людей. Возможны помехи также в работе электроприборов. В условиях обильных снегопадов и сугробов проблематично рассчитывать на высокую скорость Маглева. Также на этой самой высокой скорости в случае аварии или террористического акта неизбежно огромное количество человеческих жертв и увечий. Помимо этого, создание гигантских эстакад, исключающих прогибы под тяжестью массивного поезда с мощными магнитами и поддержание большого электрического напряжения финансово очень затратно. А если вы знаете другие интересные транспортные системы, обязательно расскажите про это нам всем в комментариях. Не забывайте подписываться на YouTube канал и Telegram. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. И ББ, друзья!